Старшеклассникам из многодетных семей помогают бесплатно подготовиться к единым госэкзаменам. В роли репетиторов выступают серебряные волонтёры. Многие из них до выхода на пенсию работали педагогами. Татьяна Кияева узнала, как воспользоваться такой помощью. Людмила Сущенко по образованию педагог. Всю жизнь проработала в школе. Сначала учителем русского языка и литературы, а потом директором. На пенсии стала серебряным волонтёром. Сейчас участвует в новом проекте «Знайка». У меня, например, в группе оказалось девятый класс. Оказалось всё, знаете, я боюсь, как говорится, сглазить. Просто в добрый час очень хорошие ребятишки. Знаете, заинтересованные, ответственные. Серебряные волонтёры пробуют себя в роли репетиторов. Помогают детям из многодетных семей подготовиться к госэкзаменам. Зная ту проблематику, с которой все столкнулись в период коронавируса, когда дети перешли на дистанционное образование. Дома приходилось много заниматься самим. И, конечно, я думаю, это не будет открытием, что многие дети всё-таки по учёбе серьёзно сдали. Помогают в обучении в основном школьникам средних и старших классов. Занятия проводят каждую неделю, по выходным и в будние дни, по вечерам, чтобы не отвлекать ребят от основной учёбы. Занятия по русскому языку, обществознанию, математике, химии. Всех говорят ОГЭ, ЕГЭ. Я же за них, потому что, живя в любом уголке России, человек, сдав хорошо экзамены, имеет право поступить. А когда были просто экзамены, поступить детям с окраин было сложнее. Дети из многодетных семей, подопечные областной общественной организации «Я семья». У нас около 200 семей, и практически каждая определила свою потребность в этом. Единственное, что у нас вот площадка, да, сейчас пока здесь волонтёры занимаются, вот на Серебренниковской, у нас есть площадка на студенческой. Мы работаем над количеством, конечно же, волонтёров, да, это вот как раз-таки сами девушки, да, сейчас очень активно ищут тех, кто имеет возможность проводить те или иные занятия с ребятишками. Присоединиться к пожилым активистам может любой желающий. Подробная информация по телефону Агентства развития социальной политики. Татьяна Кияева, Евгений Макаров, Новосибирские новости. Субтитры создавал DimaTorzok